В прямом эфире седьмого канала новости в студии Юлия Слоинская. Здравствуйте! Индекс публичности Одесского городского совета составил лишь 50%. Об этом сообщают представители комитета избирателей Украины. По их мнению, в результате проведенного исследования, самые низкие показатели публичности и официального доступа у депутатов городского совета и у мэра Одессы. Абсолютно не публичная работа, всего 32%. В принципе, проблемы аналогичные с предыдущими субъектами. Не обеспечена возможность присутствия граждан на сессиях. Отсутствует возможность выступления на пленатных заседаниях. То есть даже такой процедуры нет, когда гражданин, допустим, заблаговременно мог бы обратиться в аппарат. Уровень публичности Одесского городского совета измерялся по 200 показателям открытости. Внимательно учитывались подотчетности городского главы, исполнительных органов и депутатов. Сбор информации осуществлялся через подачу информационных запросов, анализа контента официального веб-сайта, а также непосредственного наблюдения за работой Одесского городского совета. Диалог с чиновниками инвалиды-переселенцы из зоны АТО рассказали представителям власти о своих насущенных проблемах. В первую очередь это жилье. Ведь перед санаторием Куярнику государство огромной долгой и люди вполне могут оказаться на улице. А адресная помощь, назначенная кабином, этих расходов не покрывает. К тому же ее пока никто не получил. Выплаты еще нигде не получили, в никаких областях. Заявка уже у всех сформирована, но выплаты еще никто не получил. Начисления уже есть, но выплаты еще нет. Предложить инвалидам-переселенцам на данный момент могут только места в территориальных центрах социального обслуживания в сельских районах. Общественники выступили с другим предложением. Для этих людей необходимо создать места компактного проживания на площадях коммунальной собственности. Не на частных санаториях, а на площадях коммунальной собственности, где эти люди смогут вести самостоятельный образ жизни. Создать для них всех условия. То есть принцип, что происходит сейчас, мы за них все платим, должен отойти. А просто должно государству предоставить условия, в которых они могут жить самостоятельно. В качестве примера приводят Сергеевку, где есть коммунальная собственность, которую могут отреставрировать и выдать людям жилье. Правда, на реализацию таких проектов нужно время минимум до конца зимы. Еще инвалиды-переселенцы намерены написать два обращения к местной власти. От департамента транспорта люди рассчитывают получить инво-такси, чтобы иметь возможность самостоятельно оформлять документы. В облздрав инвалиды обратятся с просьбой выдать новые технические средства реабилитации или отремонтировать старые. Также они рассчитывают получить 50-процентную скидку на лекарства. На южном рынке бунт. Администрация рынка поднимает арендную плату за торговые места почти на треть, объясняя это подорожанием коммунальных услуг. Но предприниматели не в состоянии платить больше. Сегодня они закрыли свои контейнеры и вышли на забастовку. Юлия Федорова разбиралась в конфликте. На южном рынке суматоха и паника. Вся торговля стоит, а предприниматели массово бастуют. Они требуют администрацию не поднимать арендную плату, которая поставит их в кабальные условия. Сейчас торговли вообще ни у кого нет. В Одессе вообще нигде торговли нет. На каком основании они повысили аренду? Ирина Вознюк работает на южном рынке со дня его открытия. У нее три контейнера. Чтобы содержать их, закупать товар и оплачивать аренду, едва сводит концы с концами. Торговля стоит, а затраты превышают доходы. Я платила 1800, сейчас я буду платить 2300. Пенсионный фонд, налоговая, контейнер. Все эти оплаты, они не окупаются уже. У Сергея Александровича дела обстоят не лучше. Чтобы окупить свой павильон, пришлось устроиться на дополнительную работу. Но в случае, если аренду поднимут, как обещали, ему придется просто закрыть свой контейнер и уйти. Они просто не вытягивают. Я уже доплачиваю деньги свои личные, чтобы как-то еще держать. Просто прихожу, сижу, неделями сижу. А торговли-то нет. Торговцы говорят, что новую аренду они не потянут. Чтобы хоть как-то продержаться, уже продают товар ниже его себестоимости. Легче снять однокомнатную квартиру по метражу, чем заплатить. Те же деньги, что и здесь, 20-тонный контейнер практически. Комната 1000 гривен стоит. Вот 1000 гривен стоит маленькая ракушка. Вот и считаете. Можно месяц жить или вот так вот месяц существовать. Чем, получается, чем выше стоимость товара, тем касса меньше, а аренда больше. В администрации рынка Южный говорят, что цены подняли вынужденно. Коммуналка, бензин и все, что необходимо для жизнедеятельности предприятия, подорожало больше, чем в два раза. Платить нечем. Все, что мы сегодня закупаем для обеспечения работы рынка, подорожало на 50%. А что вы закупаете для рынка? Это свет, газ. Лопаты, да. Свет мы платим сами. Водоотведение. Торговцы считают, повышение аренды экономически необоснованно. Ведь ни тепла, ни газа, ни воды, за которую они должны платить, в контейнерах нет. Электричество предприниматели оплачивают сами, поверх аренды. В каждом контейнере стоит такой счетчик. Счетчики ставились за наш счет, за счет предпринимателей. Вот эти счетчики. Мы оплачиваем свет. Сколько он агорает, столько мы платим. Директор рынка слушает людей, но стоит на своем. Если не повысить стоимость аренды, работа рынка остановится, объясняет Станислав Чембер. Если предприниматели не захотят платить по новым тарифам, их придется просто выселить и отключить в торговых точках электричества. Если люди не в состоянии платить, надо закрыть рынок. Единственный выход. Ну я закрою, я же не буду получать тоже до зарплаты. У меня нет выхода. У меня просто нет выхода. Уладить конфликт не в силах и в киевской райадминистрации. Исполняющий обязанности начальника Юрий Калинин предлагает два варианта. Обращаться в хозяйственный суд или сесть за стол переговоров. Но предпринимателей не устраивает ни тот, ни другой. Мы поставим столы и будем считать цифры. Вас цифры интересуют. Давайте мы лозунги уже закроем. Мы согласны на то, чтобы аренда не повышалась. Да и все, достаточно. И этот вопрос можно сейчас решить на месте. На месте вы его не решите. Как он вы решите на месте? Торговцы требуют отменить повышение тарифов прямо сейчас и закрыть вопрос. А пока из 800 контейнеров уже сейчас закрыто больше 200. Южный рынок медленно умирает. Юлия Федорова, Сергей Чумаков, Седьмой канал. Митинги в Одессе проходят на удивление. Спокойно русские марши демонстрация 7 ноября прошли мирно. Все обошлось с небольшими провокациями, но без каких-либо правонарушений. До сих пор ведется расследование по делу умышленной порчи имущества в бизнес-центре Александровский. Напомним, 8 ноября неизвестными лицами было разбито окно на первом этаже. В помещение закинули две бутылки с горючим веществом. Но возгорания не произошло. На место выехала следственно-оперативная группа. Все это было зафиксировано. Информация внесена в единый реестр досудебных расследований. И классификация данного правонарушения – это согласно части 2 статьи 194, а также части 15 Уголовного кодекса «Покушение на умышленное повреждение имущества». То есть в данный момент работают сотрудники правоохранительных органов, отобрали видеоматериалы с камер слежения, также устанавливаются очевидцы произошедшего и проводится ряд следственных мероприятий. Как вести себя во время пожара и куда звонить? Этому надо учить с юного возраста. Сезон зажженных свечей бенгальских огней, включенных обогревателей, начинается. В связи с этим сотрудники МЧС проводят в школах и детских садах открытые уроки на тему безопасности. Малыши встретили спасателей стихами и рассказами. Те в качестве подарка пригнали во двор детсада номер 58 – настоящую пожарную машину. Татьяна Милимко, далее. Маленький Дима ждал приезда спасателей с нетерпением. Они ведь пообещали сюрприз. Он выучил все номера экстренных служб и стихотворение. Як побачил, дэй говорит, мусультист ту самую мать, до пожарщинки звоните про пожару, сповестите. Сотрудники МЧС уже месяц проводят открытые уроки в школах и детсадах. Настала очередь из садика номер 58. Спасатели привезли малышам загадки, рассказы и поучительные вопросы. С огнем бороться мы должны, мы очень людям всем нужны. С водой мы на паре, и так тоже мы? Пожар! У ребят свои истории для спасателей. Кто-то видел пожар своими глазами. И оставили случайный утюг и чуть не подозгли дом свой. А кто-то знает, что нужно делать в таком случае. Для ребят сотрудники МЧС организовали и маленькие инсценировки. Дети могут на практике попробовать вызвать пожарную машину. На импровизированном телефоне малыши рассказывают выдуманные истории. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, мой дом изгорев. Дом горит. А где дом ваш находится? На улице Пушкинской. Уровень подготовки малышей спасатели оценили высоко. Говорят, такое возможно только если постоянно напоминать ребятам, как нужно себя вести в непредвиденных обстоятельствах. Ведется очень активная работа преподавательского педагогического состава с детьми. Поэтому маленькие детки знают и по какому номеру звонить, и как действовать. Для меня это очень похвально, потому что действительно видна работа не только педагогического состава, но и состава пожарных инспекторов, которые проводят на территории района. Для самих же ребят подобные встречи, да еще и с мультфильмами и играми – настоящий подарок. Для них это всегда яркое событие. Они его запоминают, но очень надолго. Вот в прошлом году эта же пожарная часть у нас была. Тоже приезжали с машины. Они до сих пор вспоминают, когда же приедет к нам наши пожарники и дадут нам побибикать на машине. И для закрепления. По какому номеру мы сводим пожарную охрану? Один, один, один. Дима и его друзья постарались на славу, поучились и закрепили. Для таких молодцов и умниц спасатели привезли долгожданный сюрприз – настоящую пожарную машину, на которой можно и посидеть за рулем, и включить мигалку, и почувствовать себя супергероем. Давай, крути теперь. Как он крутит? Круто, а разве? На этом пока все. Пусть этот день длится долго и крайне удачно.